Когда вы доверяете Богу, когда вы говорите «Боже, я буду двигаться вперед, я не останусь здесь». Вы получаете поддержку небес. Небеса будут с вами рядом. Здравствуйте, я Стив Келли, старший пастор церкви «Волна» Вирджиния Бич. Я люблю брать Слово Божие и оживлять его для людей в их повседневной жизни. Иногда люди думают о Слове Божьем и считают, что это какая-то книга на полке, которая никак не связана с повседневной жизнью. Но я люблю брать Библию, смотреть на повседневную жизнь, на ситуации, на вопросы, которые задают люди, и находить ответы в Слове Божьем. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько всего Библия говорит о повседневной жизни. О том, как жить в семье, как быть хорошим отцом, хорошей матерью, как быть хорошим работником, хорошим бизнесменом. Как узнать, какова Божья цель для вашей жизни. Сейчас мы отправимся в церковь «Волна» Вирджиния Бич, штат Вирджиния. Я верю, что сегодня вы услышите послание, которое даст вам цель и поможет понять, как жить со смыслом. Вы лучше поймете сущность Бога и то, как сильно Он заботится о вас. Он желает, чтобы вы были успешны всегда и во всем. Я приготовил для вас слово, которое непременно нужно осмыслить. Это слово о силе эффекта домино от сплетен. Повернитесь к своему соседу и скажите «сплетник». Вот словарное определение слова «сплетник». Человек, который пересказывает истории о других людях. Это словарное определение. Человек, который пересказывает истории о других людях. «Сплетни» — это разговоры и слухи о личной жизни других людей. Глагольная форма сплетничать. Я хочу узнать, что пишет о сплетнях Павел в Новом Завете. Павел пишет во втором послании к Коринфянам 12 главе «Я опасаюсь». Представляете? Павел пишет церкви о том, чего опасается. Этого человека избивали до полусмерти и забрасывали камнями. «Он попадал в кораблекрушение, изгонял множество бесов и демонов. Он повергал на колени царей и правителей. Так чего же он опасается? Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете». Павел опасается, что услышанные им разговоры о церкви окажутся правдой. В результате люди увидят его не таким, каким ожидали увидеть. Людям хочется, чтобы он пришел счастливый и довольный встречей. Однако Павел придет внести коррективы. «Вы думаете, я приду с распростертыми объятиями?» «Боюсь, что окажусь не таким, потому что вы занимаетесь нехорошими вещами». Так что же он пишет? «Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед». Ябеды — это то же, что и сплетни. Гордости, беспорядков. Каков же эффект домино от сплетен? Сплетни вредят жизни церкви. Они вызывают страх у лидеров. Те знают о силе сплетен, знают, к чему могут привести сплетни в браке, в спортивной команде, в бизнесе или в сообществе верующих. Представляете? Апостол Павел опасался обнаружить среди людей сплетников. Ну а далее написано... Теперь уже мы переходим к притчам. Это 11 глава, 13 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело». Мы говорим об эффекте домино от сплетен. Библия говорит, что сплетни — это предательство. В сплетнях открываются тайны. Сплетни равносильны предательству. Эффект домино означает, что от этого пострадает много людей. Ну и третий пункт. Запишите себе. Опять же, притчи. Только теперь 22 глава, 10 стих. «Прогони кощунника и удалится раздор». И прекратятся ссоры и брань. Вы слышали? Мы говорим об эффекте домино и о том, что такое сплетни. Библия говорит, если прогнать кощунника, раздор удалится. Другими словами, если вы хотите положить конец эффекту домино от сплетен, это можно сделать, только прогнав сплетника. Так говорит Библия. Когда вы прогоняете сплетника, раздор уходит. Вы не увидите конца сплетня, пока не решитесь прогнать сплетника. Это не означает, что вам нужно найти такого человека. Я говорю о сплетнике внутри вас. Прогоните сплетника внутри вас. Не ищите сплетников вокруг. Я говорю о нас, о наших естественных желаниях, говорить о вещах, о которых говорить не нужно. Говорите о вещах, которые открывают тайны или ведут к концу отношений. «Прогоните сплетника». Следующий стих. Опять же, притчи больше всего. Они говорят об этом. 26 глава. 20 стих. «Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, раздор утихает. Это первый эффект домино. Сплетни исчезают только тогда, когда мы их не повторяем». Вы услышали меня? Мне очень нравится ходить в горы. Я ставлю палатку, ночую в ней, а утром развожу костер и греюсь у этого костра. Я точно знаю, если не подбрасывать дрова в огонь, я замерзну. Поэтому я продолжаю подбрасывать дрова, поленья и маленькие веточки. Огонь горит, пока я подкидываю дрова. Вот что говорит Библия. «Слухи и сплетни подобны дровам. Без дров огонь гаснет». Нам нужно осознать, что мы можем перестать повторять сплетни. Тогда огонь погаснет. Представьте, каков будет эффект в соцсетях. Или в Твиттере. Если мы прогоним сплетника и перестанем подкидывать дрова, огонь потухнет. Аминь. Вам нравится эта тема? Ну тогда, если нравится, открываем притчи. Хотя мы недалеко ушли. Теперь 16 глава, 28 стих. Человек коварный сеет раздор. И наушник разлучает друзей. Эффект домино сплетен таков. Сплетни разлучают друзей. Кто видел подобное? Кто-то рассказал что-то о другом человеке. Когда-то они были близкими друзьями. Но когда один из них рассказал о другом что-то личное, дружба закончилась. Она закончилась из-за сплетен. Это эффект домино. Подумайте, вот о чем. Стратегия врага — изолировать людей. Разделить людей. Разорвать между ними связь. Когда кто-то открывает тайну и разлучает друзей, это только на руку врагу. Сплетни способны разделить церкви, разрушить семьи, уничтожить брак, разрушить город. Прогоните кощунника, и раздор утихнет. Притча 10 глава. Опять же, мы рядышком. 19 стих при многословии «Не миновать греха». А сдерживающий уста свои разумен. Мы должны научиться не говорить об определенных вещах. Я повторю. Мы должны научиться не говорить об определенных вещах. Аминь. Подумайте об этом. Сплетни умножаются в нездоровых разговорах. При многословии «Не миновать греха». Другими словами, долгие разговоры не положат греху конец. Скорее, долгие разговоры подольют масло в огонь, подбросят дрова в огонь. При многословии «Не миновать греха». Запомните. Сплетни умножаются в нездоровых разговорах. Да, возможно, что-то в этих словах правда. Но ваши разговоры и обсуждения только лишь ухудшат положение. Иногда нужно научиться не вести определенные разговоры. Кто-нибудь скажет аминь на это? Седьмое место Писания, которое мы рассмотрим сегодня, это притча 17 глава. Девятый стих. «Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Знаете, каков эффект домино от сплетен? Они напоминают о проступках. Вы уже слышали, а? Слышали новость? Я хочу вам кое-что рассказать, но это только между нами. Это секрет. Никому об этом не рассказывайте. Когда-нибудь такое слышали? Давайте еще раз посмотрим на этот же стих. «Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга». Когда человек так говорит, на самом деле он говорит вам, «Послушай, я скажу тебе кое-что обо мне. Не доверяй мне. Я предам тебе. Я буду худшим другом в твоей жизни, потому что не могу держать язык за зубами. И буду рассказывать твои тайны. Мой рот не закрывается. И я играю на руку дьяволу. Я рассказываю тебе тайны, потому что не уверен в себе. Я не смогу их сохранить, поэтому рассказываю тебе». Мы делаем это из-за собственной неуверенности, но не понимаем эффекта домино от этих разговоров. Из-за сплетен разгораются целые войны. Из-за сплетен может рухнуть экономика. Сплетни могут разрушить любые отношения. Все это может произойти из-за сплетен. Поэтому повернитесь к соседу и скажите, «Это не для нас». Но еще одно местописание, которое вам точно понравится. Этим посланием я хочу созидать вашу веру. И надеюсь, что у меня и это получается. Итак, 20 глава притчи, 19 стих. «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну. И кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся, сходи в книжный магазин и попроси Библию». Купите ее и откройте этот стих. Он будет звучать точно так же. Это не выдумка пастора Стива. Послушайте внимательно. Бог нам говорит следующее. Запомните. «Не сообщайтесь со сплетниками». Аминь. Сплетник открывает тайны. Поэтому не сообщайтесь с теми, чьи рот не закрывается. Речь не о конкретных людях. Мы все были такими в какие-то моменты нашей жизни. Вы знаете, о чем я говорю. Нужно научиться быть сдержанным и держать рот на замке, если кто-то вам доверяет. Со временем он будет доверять вам все больше и больше. Но если доверие пропадает, а вам доверяют все меньше. Это правило действует и в бизнесе, и в компаниях, и в церкви, и в вашей жизни. Когда уровень доверия высок, отношения развиваются быстро. Там, где доверия мало, отношения не развиваются. Скажите, «Я могу говорить честно». У вас мелькала мысль при встрече с кем-то, «Боже мой, у меня нет времени с ним разговаривать». Вы знаете, что разговор с ним будет бесконечным. Давайте будем честными. Если вы знаете таких людей, пожалуйста, будьте честными со мной. Поднимите свои руки, пожалуйста. Кто-то из вас не поднимет, потому что сидит рядом с таким человеком. Должен признаться, что сам порой думал, «Если я только поздороваюсь, то все». Но это не самое страшное. Что говорит об этом Библия? Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, и кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Библия советует избегать людей, которые много говорят о себе и различных ситуациях. Скажите, а мы можем применить это к себе? Мы можем не быть такими людьми. Мы можем начать с решения не быть человеком, который непрестанно повторяет. Я рассказываю это тебе, чтобы ты помолился. Чувствую, что могу с тобой поделиться. Я всегда напоминаю, не рассказывайте о проблеме тому, кто не способен ее решить. Аминь. Далее, восьмое место Писания. Писания — это первое послание к Тимофею, пятая глава. Тринадцатый и четырнадцатый стихи. Павел пишет Тимофею. «При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречиям. Так говорит нам Библия. Сплетники, как правило, бездельники. Они ходят из дома в дом в праздности и говорят обо всем на свете. Пока они говорят обо всем на свете, им некогда посмотреть на себя. Они по привычке ходят от дома к дому. Вы слышите? Даже не могу сосчитать, сколько человек за все те годы, что я являюсь пастором церкви. Волна приходила ко мне со словами. Пастор, знаете, что вам нужно сделать в этой церкви? Я отвечал, «Вы, которые ничего не сделали и ничего не вложили в жизнь этой церкви, сидите на одном месте и ничего не делаете в блаженной уверенности? Пока я занят множеством дел, приходите и говорите мне, что мне нужно сделать? Может, внесете хоть какой-то вклад в общее дело? Мистер Эксперт по росту церкви?» У каждого есть свое мнение. Каждый лежебок, который смотрит футбол на диване, кричит, «О, я бы играл не так». «Но разве же это игра?» «Так иди на поле и забей гол». Несколько лет назад два человека взяли на себя роль воспитывать двух моих сыновей. Они больше меня знали, каким должен быть их внешний вид в церкви. Когда мои сыновья приходили в церковь, я не переживал, что они в бейсболках. Однако эти люди, будучи лидерами церковного молодежного служения, взяли на себя ответственность, видя Сэма и Джошуа, подходить к ним и буквально срывать с них бейсболки, пару раз им было больно, потому что лидеры срывали кепки очень резко. Придя ко мне, сыновья спросили, «Пап, а что нам делать?» «Нам не разрешают носить кепки в церкви». Я ответил, «А вы можете носить кепки в церкви?» «Но те два парня по-прежнему срывают кепки, и нам иногда больно». Я сказал этим лидерам, «Я уважаю ваше решение сказать своим детям, что им нельзя носить бейсболки в церкви. Я уважаю вас, но вы не их отец. Я их отец. Меня не беспокоит, что они носят бейсболки. Я уважаю вас, а вам нужно уважать меня. Если вы еще раз сорвете с них кепки, я сорву кепку с вашей головы. Вы услышали меня? Смотрите за собою, ребятки. Два этих человека объединились и начали обсуждать. Как избавиться от пастора? Они пришли совсем недавно и уже хотят от меня избавиться. из-за бейсболок? Я знал силу сплетен и знал, на что они способны. Мне пришлось положить этому конец и прогнать насмешников. Я сказал, друг, найди себе другую церковь, потому что мы будем ходить в кепках. Я уважаю ваше решение запретить своему сыну носить кепку. Вы согласны? Как же опасны люди, которые расставляют сети и готовы уловить любого. Мы пытаемся опустошить ад и населить небеса, стараемся исцелять браки и нести перемены в наш город, и мы должны переживать, что кто-то ходит в кепке? Скажите, а кто-нибудь сегодня пришел в кепки? Сил вам тогда во имя Иисуса. Кого-то волнует, что в церкви носят кепки? Отлично. Слышите, не носите кепку в церкви и не осуждайте тех, кто так делает. Вот они, сплетни, да? Что ж, те два лидера ходили от дома к дому и разносили сплетни, хотя были неплохими людьми. Итак, сила сплетен в деле. Сила сплетен проявляется во всем, и в браке, и в бизнесе. Эффект домино от сплетен крушит мораль. Ну разве не так? Второе. Сплетни оказывают медвежью услугу. Вы замечали, что сплетников чаще всего вызывают в суд? Все возвращается. И третье. Сплетни замедляют проактивность. Далее четвертое. Они вредят репутации. Аминь. Они подрывают доверие, распространяют ложь, вредят достоверности, порождают неуважение. Сплетни вредят другим людям и порождают еще больше сплетен. Эффект домино изолирует сотрудников. Я не назвал еще один эффект. Сплетни инициируют судебные иски. Если вы мне не верите, вспомните недавнее назначение суди Верховного Суда и докажите, что за этим не последовал судебный иск. И вот на чем я хочу закончить. Я говорю об эффекте домино у сплетен, но хочу, чтобы вы на какое-то время подумали о силе распространения истины и силе слов. Подумайте об этом. Библия говорит, что жизнь и смерть во власти языка. Помните, как женщина встретилась у колодца с Иисусом? Библия говорит, что у нее было пять мужей, и тот, который был на то время, тоже не был мужем. Иисус явил ей любовь и сострадание и открылся ей как Мессия. Затем она пошла и рассказала об этом всему городу. Если у нее было пять мужей, еще тот, кто не был мужем, наверняка она многих знала лично. Представляете, сколько людей знали ее? Сколько людей говорили, вот она. Вот, это она, да. Кто-то отгораживался. Кто эта женщина? Я ее не знаю. Ее знал весь город. И она пошла и рассказывала всему городу. Идите, посмотрите на человека, который рассказал мне обо всем, что я делала, и не осудил меня. Но с любовью показал мне путь, по которому мне идти. Идите и посмотрите на него. Библия говорит, что благодаря ее рассказу весь город уверовал в Иисуса. Мы можем спасти Вирджиния, Бичи, Сауф-Бэй и Ричмонд, когда поймем, что мы можем рассказывать людям удивительную истину об Иисусе. Пусть Иисус будет в центре всего. Библия говорит, что они уверовали не только благодаря ее рассказу. Они поверили сами. Иногда ваши разговоры с людьми об Иисусе приведут людей к Иисусу. Когда они встретятся с Иисусом сами, я точно говорю, он станет их основанием. Говорите об Иисусе. У слов есть сила, сила эффекта домино. Иисус однажды сказал, дочь сотника не мертва. Придя к ней, он выгнал из комнаты всех насмешников. Он понимал важность атмосферы веры. Он сказал, она не мертва, но спит. Что это значит? Он понимал силу слов и правильная атмосфера. Дочь, вставай. И она была исцелена. Помните, в Писании Иисус обращался к разным людям, как, например, к Лазарю. Он говорил, ученики, нам нужно пойти к Лазарю. Он спит. Ученики ответили, ну, если он спит, значит проснется. Вообще-то он мертв. Мне нужно воскресить его из мертвых. Что делал Иисус? Он знал эффект домино от слов. Он слышал негатив в словах. Он мертв. Он слышал от людей, что дочь сотника мертва. Так что же делал Иисус? Он старался создать эффект домино, чтобы подействовала сила Божия. Он произносил слова веры. Помните женщину, чей сын умер? Она пошла к слуге и сказала, мой сын лежит мертвый. Она пришла к мужу Божьему, и тот спросил, как дела? Она не сказала, ты пообещал мне сына? Бог дал мне сына. А теперь мое сердце разбито, потому что он умер. Что ты за пророк такой? Какому Богу ты служишь? Нет. Глядя пророку в глаза, она сказала, мой сын лежит мертвый. Все в порядке. Я знаю, что стою перед слугой Божьим, который уже совершил чудо. Этот слуга Божий может вернуть его к жизни. Поэтому я пришла к тебе. Я знаю, что все хорошо, и все будет хорошо, потому что у тебя есть сила. И в моих словах, что вы говорите о вашем мертвом браке? Что вы говорите о вашем мертвом бизнесе? О своем здоровье? Что говорите? Вам нужен эффект домино? Надеюсь, это слово было актуальным для вас. Я хочу поговорить с вами. Забудьте о других. Настало время поговорить с глазу на глаз. Знаете ли вы Иисуса? Являетесь ли вы христианином? Я молюсь о том, чтобы каждый, кто не знает Бога, познал его. Я проповедую более 35 лет, но так и не смог, как следует описать, то, насколько прекрасен Иисус, как сильно Он любит нас. У Него есть план и цель для нашей жизни. Нам нужно лишь открыть Ему свое сердце. Библия говорит, что Иисус стоит у двери и стучит. Он не выбьет дверь. Он ждет, когда вы пригласите Его. Почему бы вам не сделать этого сейчас? Возможно, вы когда-то ходили с Богом в молодости. Бывает всякое. Жизнь — это не просто работа, счета. Поймите, что Бог дал вам цель и судьбу. Вы не призваны просто существовать. Поэтому помолитесь со Мною от всего сердца. Скажите эти простые слова. «Господь Иисус, я прошу Тебя прийти в мою жизнь. Простите мои грехи. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. И молюсь Тебе. Аминь и аминь». Если вы повторили эту молитву, то зайдите, пожалуйста, на наш сайт stevekelly.tv «Косая Гифт». Расскажите нам о том, что вы приняли это решение. Я написал книгу, которая расскажет вам о том, как обрести взаимоотношения с Иисусом. Просто расскажите нам о своем решении, и мы вышлем вам этот замечательный подарок. Мы хотим пригласить вас на следующей неделе снова. Кроме того, вы можете посетить любой из наших кампусов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!